Боже, отлично! Здравствуйте всем! Мы сегодня с новыми прическами, новый образ, новый тыждень. И нас уже одиннадцать. Вы понимаете, сечете, что это один пипл на отсевку и десятка. Заветно десятка, до какой мы уже идем тринадцать тысяч лет. Опять будка? Опять эта будка. У меня случилось дежавю. Я понимаю, что я где-то это уже видела. Где я это могла видеть? Ну, естественно, здесь же, в этом сезоне. Опять что-то мы покупать будем. Витаем вас, любые аматоры! Витаем вас! Что б ты понимал! Эхтор тоже в розовом! Эхтор на меня тоже тогда посмотрел так и думает, ага, мы с Еленой сегодня в одном, на одной волне. За час перебывания на проекте, вы уже мали визу брати аксиому. Ага. 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 Судьба, Влад. Судьба, Влад. Большое спасибо. Если честно, я думал, что, вы меня вообще прям не любите. Вы все, ребята, так смотрите и такое ощущение, что не знаю. Давайте я вам руку потисну. Какое. Чтобы вы как-то отчули. Влади, мы вас дуже любим. Ух, хорошо. Ну а третьим очолить команду. Я типа так спряталась, чтобы вообще меня никто не понял, чтобы никто не почувствовал, что я могу. Хочи не в весельной сутки, сегодня Еллина. Так ховались, так ховались. Від нас не заховаешься, Еллиночка. Ну что? Почему? Нет, я просто вообще не хотела. Вообще, я со всей силы стоим. Короче, три человека, распределяемся по командам. Ваня. Затем я выбираю, я выбираю себе Леху. Всю дорогу, короче, мы с ним вот кинтуем. Ну, там бывает такое, что у него бабок нет, у меня там денег нет, мы там, короче, с ним все время делимся, поскольку Лева последний теребаним. Ну и я в Лехе уверен. Затем выбирает всю команду Эля, и Эля берет Леву. Максим. Влад. Блин, только не к Мицкевичу, только не к Мицкевичу, потому что у нас уже такая традиция, только к Мицкевич капитан, и я у него в команде, обязательно мы проигрываем. Именно Анжела мне вот всадила в меня такой стереотип, типа, что, Влад, я все время, когда с тобой в команде, я все время проигрываю. Хотела Анжеле, как бы, ну, взять ее, так, перенаправить, типа, что все будет около. Анжела. Я тебя убью. Я тебя люблю. Мы должны победить. И тут, значит, стоит бич-пакет, стоит Юлька Бурцева, стоит этот вот волчонок сегодняшний наш. У него прическа, типа, не хотела доказать наши языки. Все бачили цей мультик, этот, Дом монстров, короче, вот эти вот собаки, вот эти вот, которые неугомонные. Они, что, подожди, как сегодня Сержик, боже, ну, что на голове человека скрутили. Ну, и, короче, я стою. Кого выбер Эля? Ну, конечно же, мне. Дарина. Люба. Серж. Люба-то одна у нас такая. Да. Девочка-девочка. Ну, Юля, приедуешься до команды Влада. Поплыла. Так уж и быть. Синий. Я люблю. Последнее время мне синий цвет очень нравится, потому что выиграем мы. Ну, и у меня голубые глазки, и мне синий очень красиво. Ну, и тут судья говорят, какое же правило у нас. Памятаете конкурс, где вы имитировали работу ресторанов и за гроши замовляли ингредиенты у Дмитра? Да. А готовые стравы продавали мне и Екторове? Да. Цего разу мы модернизировали правила. Адже вы уже набралися вдвече больше досвиду. Сьогодні я залишуся ресторатором, а фінансистом станет Дмитро. Тетяна, как справжня одесситка и знавец культури привозу, будет чаревным постачальником продуктів. Цего разу вы должны купить не один продукт, а целых три главных ингредиенты стравы. Каждый из них будет стоить 5 грн. Как и минулого разу, лишь капитанам я покажу страву-зразок и научу их готовить. Они имеют 5 минут, чтобы переказать рецепт своей команде и вместе с коллегами решить, сколько точных копий они смогут подать нам через 15 минут. Сегодня мы должны купить себе три главных продукта, то есть мы должны были чуть ли не собрать сами себе блюда, скупиться, понять, сколько нам все надо и при этом на этом заработать. Одним блюдом мы тратим 15 грн. В итоге, если Эктор нам их одобряет, Дима нам платит за это 40 грн. То есть в сумме зного блюда мы можем заработать 25 грн. Это фигня, простите, господи, здесь всего лишь плюс-минус 165%. Вот это мало. В нормальном ресторане она зарабатывает и побольше. Короче, маловато подумала я, я жадна, понимаешь? Если в процессе приготовления вы понимаете, что купили за мало ингредиентов, то я продам вам еще. Но это будет уже вдвече дорожче. Уси другорядные складовые шукайте в коморре абсолютно бесплатно. Початковый капитал у всех команд будет одинаковым – по 300 грн. Этапа у нас будет три. Нужно будет выполнить три блюда, победить та команда, у которой больше всего денег. Ну, это такое вот моделирование бизнес-процессов работы ресторана. То есть у нас есть блюдо, мы должны понимать его себестоимость, мы должны правильно спрогнозировать закупку, чтобы успеть приготовить эти продукты и выдать их гостям. И потом за счет этого заработать денег, тем самым приумножить наш стартовый капитал. Мы дамо вам возможность изменять капитал перед каждым новым этапом, если вы будете, конечно, чимось незадоволені. Кому понагадую, мы не залежимы от курса биткоина, тому грошей у нас достаточно. И мы покупаем столько гидных страв, сколько вы достигнете приготовить за проведенный час. Но после закончения времени мы ничего не купим. Можно купить и 20 продуктов, грубо говоря, на 20 порций. Но нам нужно купить это столько, что мы именно все, которые мы купили, например, 6 порций, значит, мы их маем все приготовить и все продать. Уже понятно, что если ингредиентов больше, то блюдо сегодня будет тяжелее. Времени у нас тоже количество, а людей, блин, у нас меньше. Удачи. С этими мыслями на кухне остаются только капитаны, все остальные покидают кухню. Перед вами перша страва. Это яйце пашот с беконом и спаржой. И дополните страву соус блю-чиз. Блю? Важливо, чтобы у ваших стравах яйце пашот было ридким всередині, а бекон хрустким. Гарно зачищену спаржу треба бланшувати до ступенью альденти та зробити скоринку за допомогою пальника. Все просто. Всегда очень просто. Купить для своих страв вы имеете бекон, яйца и спаржу. Инши элементы знайдите в комаре. Вернемся на кухне до своих капитанов, подбегаем быстро. Короче, знаете, яйце пашот с беконом. Бекон с фасик поджариваем до хрустящей такой, знаешь, цель. Он где под яйцом? Нет. Под яйцом будет вершки соусом. Дорблю укрогрин туда. Дальше спайсеры. Здесь четыре штуки спаржу. Отбариваем альденти и потом припаливаем грелкой. И тоже режем. Спаржу припаливаем грелкой? Да, грелкой. Ну хорошо. Ну окей. Элемент незавершенности после того, как рассказала Люба, у меня остался. У каждого разное видение ситуации. И мне где-то не нужно понимать дословно, что имеет в виду Люба. Потому что она капитан. Она видела это блюдо. Ее задача его в конце выдать. Точка. Нам нужно приготовить элементы этой всей истории. Давай я сделаю пашот. Никаких вопросов. Кикик, берь мой яйц. Можно схитрить. Можно не делать классический вариант пашота с воронкой, с уксусом. Можно взять пищевую пленку и тогда пашот можно выдаст достаточно в больших количествах за этот промежуток времени. Давай возьмем семь. Семь порций. Вы уверены сейчас? Давай шесть. Давайте шесть. Объективно говорю четыре штуки. Четыре это будет нормально. Объясняю. Давайте не будем торопиться. Потому что, ну блин, сейчас купить пять-шесть. Типа да, можно классно стартануть. Но блин, затем будет труднее. То есть меньше денег. Хотя бы два блюда продать, чтобы быть в плюсах. А какое хотя бы Анжела? А то им четко, понятно, красиво. Да, все. Короче, все свои ажиотачи поняли. Включается ажиотаж. А-а-а! У меня в голове может семь. На целых пятнадцать. Чтобы сразу сделать кассу, дальше ничего не делать. Эля предлагает нам сделать пять. Мы вполне можем успеть это сделать. Привоз открывается. Тарас с купюрой посмехается. Люба пошла затариваться. Значит, пошла на привоз покупать себе продукты. У меня бакончик, как и бачили. А-а-а-а-а-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Дивите, какой запах. Дуже красивый. Аромат. Аромат. Вы чувствуете? Да. Я вам дам найкращий. Давайте найкращий. Добрый. Скажи. Женька, женьку, понимаете, для жёнок все треба найкраще. Так. Ну да. Только никому не скажите. Красивый, Таня, чтобы не были порваны. Так, бачите уже, какие брали. Так, еще мне тут колупаться будете. Ну не моя цитурговать на базаре. Пробовать ходить и все там, знаешь, списки набивать. Да, я могу там что-то попробовать. Можу сметану там, чтобы беру домашнее молоко. Да, так и про. А чтоб там везде… А ну дай, а ну дайте мне кусочек оба си одрежьте. А ну дайте кусочек сира одрежьте. Это дичь. Так. Ще что, давайте щось еще. Яйца шесть. Яйца шесть. Тридцать шесть и тридцать шесть, семьдесят дві. Так, подожди. Шесть. Тридцать на три. Правильно я сейчас считаю? Семьдесят восемьдесят девяносто она должна заплатить. Сейчас её облапошат, я прям чувствую. Спаржиків тоже дайте шесть. Шесть. Там по дві штучки вони йдуть. Сто п'ятнадцять гривень. Девяносто. Сто десять. Сто десять. Раскид. Добре, добре, добре. Какие сто п'ятнадцать? Какие сто… Тебя облапошили только что. На. Ты должна была девяносто за это заплатить. Чего? У меня облапошили, что было? Шесть на пятнадцать умножь, пожалуйста. Девяносто. Иди разбирайся. Я не буду разбираться. Иди разбирайся. Нам треба обрануться. Двадцать гривень. Ты шо? Двадцать гривень – это половина страва. Иди, иди, иди. Йохана, баба. Таня точно жена, десь треба вот это. Вот понимаешь, круто это получается. У нас это так красиво, что я… Оказывается, меня можно наколот. Идеально. Ай, ладно, Люба. Нам зайві гроши не потрібні. В школе у вас в математике была двойка. Да, не двойка, Таня, была. Давайте. Все, дякую. Спасибо. У нас ушло девяносто гривен на закупку. Если мы продадим все эти блюда, мы можем выручить двести сорок. Соответственно, получается, что сто пятьдесят гривен – это наша маржинальность проекта. Важно выдать все хорошо, все в срок, и не оплошать с блюдом. Уже пять купил, нет? Считайте. Все, не пять. Ну, Пурсин, ну, план меняйте в конце. Ладно, все, четыре. Мне надо вот это пять. Хорошо, четыре. Все. Очень важно взять именно в меру продуктов, чтобы из этих продуктов все приготовить, чтобы хватило времени на приготовление блюд. Если там останется что-то, уже все, деньги вы брошены просто на ветер. Так, мне надо, получается, на четыре блюда. Так. Четыре. Четыре стравы. Да. Двадцать гривен на спаржу. На двадцать гривен спаржи. Вот, вот нет, вот эту. Так. Руками не лапать. Не лапать. Вот эти. Понял. Это толстое, мне такое не подходит. Не подходит. И мне она, давай, это Татьяночка, мне давай спаржи убирать, вот такие вот бревна. А я помню, что блюди маленькие, тонюсенькие, красивые были. Короче, настала на своем, дала мне такую спаржу, как надо. Все. А с этим мы порешали с вами, да? Все. Бекон? Бекон такой, який есть. Короче, накидала она мне три красивых, и один уже такой впарила, вот впихнула. Такое. Знаешь, Татьяна, я же не могу ей брать и противостоять. Она чересчур милая, красивая, я не могу таким давам противостоять. Забираю, короче. Все. Четыре яйца? Четыре, давайте пять яиц. А навещу вам пять яиц? А чтоб до подстраховочки, чтоб мы вам не платили, то это больше. Да, добрый-добрый, мы доедем, давайте, сколько. Если одно яйцо пойдет комом, то мы сделаем пятое, мы купили его за пять, а не за десять. Я, если даже не приготовлю вот это пятое яйцо, пять рублей, пусть будет за... Ну ничего страшного, не потеряем, пять гривен, это дело такое. Пять яиц взял, одну на пожар. Ну что я сделал? Итак, мы запулили 65 гривен в первом этапе, 235 у нас остается. Мне кажется, что для начала пяти штук будет более чем достаточно, пять порций красиво ходить. Смотри, тебе надо пять порций, это 75 гривен. Я думаю, я сейчас дам вот этого женщине стопку в руки, у нас, понимаешь... Вот, знаешь, типичная женщина, у нас, наверное, беда все простроена. Вообще, по пути ты успею на этой дать магазинку, по себе косметики, понимаешь? Я говорю, не-не-не, дорогая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семьдесят пять. Да. А то ты у нас транжир, а не копейка больше тебе, дорогая. Я бы вообще, да-да, скупилась. Таня на сережечке бы себе взяла. Платье тоже хорошее у нее было, то есть денег бы не было. Что-что-что? Что мы сегодня готовим? У меня такое платье хорошее. Что готовим, да? Что брать будем? Мне надо пять свежих яиц, свежие у вас яйца. Пять. Еще теплые, еще теплые, еще тень и після квочки. Что, бакончик будем брать? Бакончик мне? Что-то мне этот не нравится. Давайте посмотрим еще ниже, пожалуйста. Ой, Доже, у меня уже голова в вас болеет. Ну, пожалуйста. Е, принято, двадцать пять гривен. Да. Пять гривен с дачи мне не надо. Да. С дачи еще вам надо. Тут дачи не дают. Да. Так, давайте спрашиваю, сколько? И мне на все десять штук, а то есть пять порций. Ой, а можете мне эту кривую забрать? Она мне сейчас не очень нравится. Ну, порежете ж, воня ж порезана была. Да, она не красивая. Я не хочу, чтобы меня все... Девчата, господи. Такой же принцип будет отбором мужа у меня. Яйца целые, а спарагус не кривой. Ну, и бакончик тоже не потрепанный. Все есть. Ой, спаржа очень, кстати, даже, да. Отличная. Супер. По пять рублей. А можно спаржу домой за такую цену? Очень даже. Зараз у вас есть 15 минут, чтобы приготовить и продать свои стравы. Час пошел. Бонни бежать. Кто-куда просто. Люба, Люба, я не ломаю. Друблю. У меня бекон все, а тебе все. Редиска. У меня лев занимается яйцами пашот. Даша жарит бекон, чистит спаржу, я делаю соус. Все. Гениально просто. Бекон можете уже, наверное, кидать на сковородку. Разрезать его. Он быстро делается сейчас. Главное, чтобы он не был как шкварки. Он там был просто золотистенький, да? Да. Я не знаю что. Мне кажется, что их кто-то подселил в чужой мозг. Она подходит и говорит, вот это твой процесс, вот это твой процесс. Я вот это делаю. Я стою. Серьезно? Ну то есть я сегодня не очень дико приятно шокирована, знаешь? Даша, мне это тоже не нравится. Давай переворачивайте тоже. Призла бекончик, пожарила бекончик. Лев, быстрее. Ты сколько есть поставил варить? У меня еще даже вода не закипела. Вода не кипит. Супер, еще подождем. И очищу этот спар. Эспарагус по-модному. Все, аспарагус очищен, можете ставить. Сделай в мисочке, повыбиваем его так все. Просто разбить? Да. Быстрее, быстрее. Говори, какие тебе нужны эти красивые листочки. Быстрее вот яйца выкладывать. Не надо поторапливать. Не создавайте мне панику. Все нормально. Все успеваем. У меня на кухне, словно, быстрее нету. Качество и все. Не сможем лучше выдать три, которым скажут да, а одно скажет нет. Чем все вот это носите, будет говно какое-то. Правда ж? Правда, это логично. Анжелочка, все нормально. Анжелочка. Смотри, реально все идет нормально. Пожарил бекон. Смотри, бекон дольше, чем надо. Разрежь. Покажи размер ему бекона. Бекон? Який должен быть размером? Он сейчас и стянется в тебе, понимаешь? Он должен быть хрусткий. Ну я понимаю, что он хрусткий. Я имею в виду пара размером, який должен быть. Дивися, ты же его сейчас обрежешь, он должен быть. Он должен быть вот так в тебе, а потом как волною стоять вот там. Я его сейчас не обрежаю, я ее так жарю. Ну и все. Ай, ветчиночка, давай, родненько. Я на аспараусе. Маленький несется корешок ему, но белый зарезает. Слушай, я бы его вообще нахрен срезал. Как мне делать аспараус? Потому что если чистить, я, кажется, довше буду. Мы рубим посюда, да? Вот это часть пополам идет. Да, пополам, чтобы все тело. Вот это не зачищай. Закинув аспараус, пробаланшировав секунд 30, вытянув. Что по спаржи? Все, я поджарю ей. Аккуратно, блин, ты можешь? Так я же иду. Как слон в посудной лавке, ей-богу. Я не бачив слонов в посудной лавке. Это образное выражение. Вань, что по яйцам? Еще чуть-чуть. Соус готовый, Макс. Там уже, короче, и яйца пашот уже подспевают. Все нормально вроде, выложим мы эти яйца пашот. Участники залишилось три хвилины, а у нас купа грошей. Две блюда. Сейчас, две хвилины, Ектор. Одну хвилину. Мы начали это высаживать, но при этом яйцо было очень-очень хрупкое. Потому что оно сверху заварилось достаточно тонкой пленочкой. И одно яйцо, к сожалению, в процессе у нас вытекает желток. Я понимаю, что все, мы его подавать не можем. Пять яиц мы высаживаем на тарелку. Сверху, собственно, высаживаем бекон. Люба украшает. Ну, 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 время, 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 давайте. Мы не на пляже отдыхаем. Быстро! Бекон треба порезати. Нам возвращают блюдо, потому что бекон не порезан. Ну, типа, соответственно, как бы Люба не донесла этот момент нам. Режьте бекон, Любка, никто же не видел презентацию. Как его порезать? Так его порезать? Режьте! Все, подаймо. Чему спаржа не зачищена? Не приймаю. Ну, чико, это неправильно. Цешик! Ты мне сказал, обрезать только вниз, и все. Это было мое предложение. Но, на мой взгляд, все эти моменты должна была скорректировать Люба. Потому что, если бы она видела там зачищенную спаржу, то ее тяжело отличить от незачищенной. Она должна была в момент, когда я предлагал немножко смухлевать по процессам и сделать их меньше, и зато выдать больше блюд, она должна была сказать, нет, ребятки, спаржи у нас зачищены, и бекон у нас порезан. Встаем мы, значит, начинаем зачищать эту, блин, спаржу. Посмотри, вот эти штутки должны стоять, Анжела. Вот эти отбрешить меньше. Быстро! Ага. Чистая спаржа, горные яйца пашот. Купуемо! Спасибо! Суп быстрее, ребята! Быстрее! Заряжаем вторую. Давай! Платимо! Заряжаем третью. Платимо! Ребят, еще одно блюдо, и все будет что-то. Даю, даю, даю! Быстро спаржи меня еще. Быстрее, на! Еще одно яйцо едьте! Еще одно яйцо едьте! Делайте *** яйцо отойдите! Фыр-фыр-фыр-фыр! Экономки! Зачислили то из парагус! Короче, яйцо! Ты сам повторили процес, бекон! Несуть! Что это такое? Яйцо сыре! Это не можно подавать! Нет! Кажут, яйцо у вас не такое, как надо. Не такой формы. Ну, короче, распылось. Все, до побачення. Фыр! Назад додому. Там действительно была тонковатая пленка. Наверное, где-то я снял раньше, и оно у меня не заварилось. Три порции мы вынесли, три нас не приняли. Хочешь, мы потратили 90 гривен, не заработали ноль. Я в шоке, я тупо в шоке. Так, капуста. Участники, увага! Залишилось десять! В смысле? Девять! Минут! Дашь, Дашь, отнеси вот эту! Отнеси вот эту, пожалуйста! Семь! Туда, туда, отнеси! Шість! Быстрее, быстрее только! Пять! Я копаю эту тарелку, и у меня таки, знаешь, ран! Я типа лечу! Чотири! Вот это вот беливо сюда надо, вот песню беливо, ну, по-задь, как цокола белится с ним яйцом просто. Тссс! Та-та-та-та-та-та-та-та, беливо! Мг! Вот просто, яйца цокола! Я так долетаю, парадонийцык. Я вижу, не принимаю. Яйца там не зашли, я правда видел, что яйца не то, но не то пальто. Было три, я так ставлю тарелку, он упал так в полете, там два, я думала, понимаешь, я уже падаю на колени от скорости, он мог куда тормозить. Три! Чутко упало. Две! Я так розгляну на яичку, воно тече, він такий, да, я така, да. Купуємо. Одна. Все, сейчас, стоп. Вашляються. Понимаешь, решили заплюнуть на гору, а не получилось. З пяти блюд мы бы дали одне. Ну, срала, мазала, не хватило глины то есть времени. Прибудку у нас сорок гривен, то есть мы ушли в минус на тридцать пять гривен. То есть у нас по окончанию первого раунда двести шестьдесят пять гривен. Простите, ребят. Ура! Сколько звали? Сколько звать? Сколько? Сколько? Три. Умница. Было триста, потратили мы, сейчас я тебе скажу быстренько, потратили мы шестьдесят пять гривен. Это ну-ка быстренько мотиватика. Триста минус шестьдесят пять, двести тридцать пять гривен. И мы заработали сто двадцать гривен. Ну круто, я считаю. Двести тридцать пять и сто двадцать это будет триста тридцать пять гривен. Ой. Триста пятьдесят пять гривен. Ну они заработали. Я как стояла, так челюсть свою собрала, понимаешь, по поверхности дупо. Как? Что вы не сделали? Ну я не знаю, как ты подтвердила людям в первом раунде, что они заработали за 355 гривен. Но с нами что-то пошло не так. Митцик. Тот еще торгаш, оказывается. А мы двести шестьдесят пять. Ну думаю, ну хотя бы мы не в шопе. Ну хотя бы мы середничок. Перший этап проигрыш, мы не заработали, грубо говоря, 90 гривен. Кладу продукты, не заработали, ничего. Фиаско. Может я хреновый капитан. Зараз вы можете змінити капитанов, если вас что-то не влаштовывает. Идешь? Или иди ты. Нет, я не иду. Все. У меня все. У меня сейчас застерка. Давай тебе. Давай мне больше надежды. Больше этапку тягну. Ну я понимаю, что вот если у Ваня будет что-то может быть. У нас получится что-то большее. Они думают, что у них такая вот невыдача и недостаток по бабкам. Только за то, что человек иди, вертается и говорит что-то не то. Нет, ребята. Проблема не в том. Да, это немаловажно, какую информацию вам приносят. Но немаловажно, как вы ее воспринимаете и как вы ей подаете. Кто-то хочет пойти? Нет. Кто хочет пойти? Нет. У нас капитан хороший. Меняемся? Нет. Нет. Иди ты. Зачем? И два подчиненных не хотят менять свою королеву. Королева остается. Все, все, уходят. Думаю, уходите. Идет Элина. У другого раунда вам нужно приготовить тунец с перцем чили и цветной капустой. Важливо, чтобы тунец был рожевым в середине, но мав хорошую золотую скоринку. Чили треба ретельно зачистить и обсмажить, а капусту бланшовать так, чтобы она была альденте. Главные ингредиенты в страве, которые нужно купить, это тунец, перец, чили и цветная капуста. И тут мы возвращаемся, Мецкевич уже на месте, уже подскакивает. Да, Владичка. Все просто. Леха, тунец покупаем, жарим, режем. Ты бланшируешь капусту. Какую? 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 Сейчас которую купим, то и бланшируешь. А, хорошо. И чили. Раскрываешь его красиво и жаришь. Влад, сколько мы решили? Пять штучек? Давай пять. Четыре-пять, ну да. Пять. Много не надо. После первого конкурса Мецкевича устраивала вот эта прибыль, что мы получили. Вроде бы взяли немного продуктов, немного денег потратили, а прибыль получилась неплохая. Поэтому я думаю, что Мецкевич решил во втором конкурсе не отступать от своей традиции. Вас в гроши есть? Есть. Сколько? Давайте все мне. Я знаю, на базаре нельзя деньги показать. Надо их все время держать в кармане. Так, нам надо тунец. Четыре шутки. Четыре шутки. Влад берет восемь тоннцев. А ну зачем? Восемь. Мы не поняли. Команда не поняла. Команда прозрела. Это песочек глаза нашим конкурентам. И я сказал, что восемь, говорю, не говорите, что четыре. И она мне подыграла. Спасибо, Татьяна. Мы по факту отстаем от лучшей команды на три блюда. Нам сейчас нужно брать не меньше шести и сделать их хорошо. Если мы сейчас выдадим шесть блюд, то мы выравниваем, по крайней мере, чуть-чуть ситуацию. Сколько берете? Шесть беру. Мы решаем в этот раунд закупаться тоже шесть. Мы так высчитали. У Ванны была тактика, что нам нужно сделать, чтобы все шесть были, чтобы мы перегнали другую команду. Все здорово. Я вот этот хотел. Вот этот. А чем он вам не нравится? Ну вот привередливый покупатель, Татьяна. Показывается. Согласен, да. Другой. Вот этот мне нравится. Верьте мне, Ваня. Верьте. Я никого не обманюю. Нет, Татьяна, мне вот этот не нравится. Дивите в мои очи. Ну правда. Дивите в мои очи. Ну я могу обманывать кого-то. Идеальный тун, я вам достал все-таки. У меня найкращие, найкращие пустачальники. Ну ладно, уговорили. Так, все. За это рассчитались. Красные взяли шесть. Типа я такой, думаю, план сработал. Вообще идеалочка просто. Я понимаю, что я доволен тем, что у нас организовалась. У нас есть идеальные кусочки тунца. Шесть идеально ровных перчиков. И капуста цветная, которая вот по форме, кочанчики именно такие, как у нас были в презентации. Нам нужно сейчас попытаться опередить еще красных и приблизиться максимально к синим, а в третьем раунде типа шлепнуть в синих. Мы не хочем перенабирать количество продуктов, чтобы был какой-то переводняк. То есть взять на то, что мы можем. У нас всего лишь трое, но надо видеть идеальных три блюда. Отлично, отлично. Дайте мне красивого тунца. Сколько грошей в тебе есть? У меня есть 45 гривен. Таня, ну что, я пришла на работу за 45 гривен? Не-не-не-не-не-не. Мы сегодня экономим. А что такое? Мы сегодня просто не хотим проиграть, и мы поэтому берем все по минимуму. Ага, такая стратегия у вас на перемогу. Мы покупаем три кусочка тунца, мы покупаем три перчика чили, мы покупаем три суцветия капусточки. Все-все. На це все у нас уходит 45 гривен. То есть сумма 265, которая у нас есть. Мы отнимаем наши 45 гривен, у нас остается 220. Класс на приходы, приносы нам продукты. На приготовление и продаж трав у вас снова 15 гривен. Час пошел. Расстреляю обязанности. Лев у меня идет на тунец. Даша у меня занимается чили. Я даю черную капусту. Боже, как я не люблю работать с чили. Я поработала с продуктом, с таким, как перец чили, а потом зайду, и у меня все, у меня печа, все. Чили в глаз. Око мое, око. Чили – это такой овощ, который такой зловредный немножко. Даже, вроде бы, он находится далеко от тебя, а пары вот эти, которые от него сходят, уже в носу крутят. Уже такие вот неприятные. Я старалась так глубоко не дышать. Ой, как у меня глаза пекут. Ой, Анжелочка, у меня круто, у меня линзы. Мне ничего не берет. Сковородку на чили у тебя стоит, да? Да, 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 да. Если бы она у тебя не горела, давай. Делай так, чтобы было. Чики-бомбони. Очень важно было все семена. Думаю, актер найдет семенку и скажет, опа, я знаю, актера. Там будет к чему придраться, он придерется. Поэтому аккуратненько до единого семена выложила, обжарила аккуратно, а он так хорошо сжарился, прям открывался. С вашим хвостиком и блин. Сержик, а что ты те, которые уже готовы, не жаришь параллельно? Так я же не могу параллельно жарить и чистить. Их же 30 секунд чистить. Ой, жарить, Маня. Ну, по идее, да. Это ювелирная работа была для меня. Я как обробщик алмаза. Взял два ножа. Один для нарезки самого перца, другой для этого кончика. Хотел уже зачистить, чтобы ни жодного зернышка не было, чтобы не дэ. Я же и внутри, и выдзёбывал, и дивился, под микроскопом, под лупой, под моноклем, все везде разглядав, чтобы не было этих зернят. Ребята, мне нужна помощь на зачистке этих штук. Давай перец. Почему тут отрезаны некоторые части? Макс, берай тоже чистить. Ой, что это тут? Как-то тут неровно. Он уже бубнить. Он любит бубнить вот это под собой. Ой, блин, ой. Господи. Что тебе не так? Дивись, я взял, почистил перец. Даже за цей гилочкой зверху. Что не так? Он очень медлительный. Я не знаю, вот ему не хватает немножко темпа. Он так вот, знаешь, спокойно это все делает. И иногда это очень плохо. Ну, давайте скорее. Что там с перцем? Полдня его жарим. Блин, Макс, сковорода, я вроде грелась, так я сразу и пожарил. Хорошо, а что ты орешь? Полдня, потому что. Перестань орать, что ты орешь? Совершенно. Просто реально долго, Серж. Занимаемся с вами тунцом, начинаем вдвоем его обжаривать. Нет, замечательно. Цвет очень красивый. Он везде разный. Смотри, у меня с одной стороны хорошо золотое, с другой не очень. Думаю, ну ладно, выложу золотую сторону вверх и будет нормально. Начинаю презентацию. Давай отнесу. Все увидели эталонную, быстро посмотрели. Да, давай отнесу. Вот так вот и выдаем. Тунец маискоринку только с одного боку. Не приймаю. И вот это сырой. Чили сырой. Здрасте, Новый год. Вот вам, пожалуйста. Возвращай Чили, разбираем презентацию. Тунец снять горелкой и довести. Да, да, да. Горелкой, да. Типа доведем сейчас корочку с помощью горелки. За счет того, что это открытый огонь и быстрая манипуляция с продуктом, то он внутри у нас не зажарится. То есть он останется таким, как нужно, но корочка сверху появится. Доставай, все доставай. Окей. Мне доверили житую капусту. И также еще надо, чтобы она по вкусу нормальная была. Анжела, не сырое. Давай я тебе дам попробовать. По мне так чуть-чуть сыровато. Ну, вообще, такая сырая. Твердючая. Понимаешь? И я уверена, что если бы мы такую вторую капусту поднесли, он бы сказал сырая капуста. Еще бы говорить минуту. Да? Куда? Мы... Давай я его... Буду говорить. Пока он там занимался с Лехой там тунец сажарили, я себе тихенько докидываю эту капусточку, делаю уже по моему вкусу ее. Быстрее выкладывай. Анжела, забудь слово быстрее. Медленней выкладывай, Владичек. Медленней. Можно слово медленней? Давай одно делай, иди неси. Да я хотел презентацию, ***. Быстрее. Ну, делай. Все, ну, делай. Так, ***, отойдите, ***. Ничего не могу сделать. Извините, пожалуйста. Все, успокойся. Не трехуй вот это. Участники, увага, залишилось три хвилини. Мы хочемо скупити усі страви. Капусту ставь капусту. Да. Леша, следующие два сделай. Капуста супер. Купуем. Главный ингредиент на тарелке – это цветная капуста. Понял? Ось такого кольору повинен бути тунець. Теж купуем. Будь ласка. Мицкевич там стоял и деньги принимал. А Мицкевич контролировал все. Как некоторые шефы ресторанов, директора ресторанов, контролируют своих работников. Есть такие недобросовестные работники. Ага, есть какая-то брибыль. Они так немножко замыли. Раз, карманчик. Та же самая была история. Все нормально. Ну, вот и так и надо. Вот здесь вообще без потерь. Без базара. Давай посчитаем, сколько у нас бабла. Знаешь, я все время так внимательно. Я такая внимательно. Я до каждой копеечки отношусь. Ну, с таким вот, с таким трепетом. Пусть это три гривны, пусть это две гривны. Но все равно деньги любят, когда их пересчитывают. Вот. И поэтому я все время пересчитываю их. Значит, мы заработали в итоге 455 гривен. А это настолько грамотно получился вот этот ход, что 4 из 4 это вообще все, что мы сделали, все мы продали. Что может быть лучше? Я не могу понять, кто там готовить. Ну, вот объяснить мне. То есть я стою перед ними и понимаю, что все что сделают. Я не могу понять, кто там так идеально готовит, что они тупо бабки капают и капают, капают и капают. Мощности. Или вот две, на, выкладывай остальное. Класс мы выносим, красивый лаз, раз мы ставим. Микроенчиком засыпаем, радичку выставляем. Раз мы выдаем однее. Да. Сорок. Раз мы выдаем друге. Да. Супер. Смачно, дуже дякую. Идеально, сорок. Мы выдаем третье. Да, на лев. Спасибо большое. Защитуй. Фу. Ну, типа, мы взяли небагато. Три нам защитали все три. Мы в плюсах на 120 гривен попрошу. Класс. Красава. Тот план, который мы себе построили, мы с ним справились. Ну, чего тут не радоваться. Уху. Учасники, увага, залишилось десять. Сержик доделывает перец. Мы, значит, с Максом опаливаем тунец и отрезаем края ровно, чтобы он выглядел розовый. Любка помогает это все дело сервировать. Девять. А цей тунец перетриманный. Не найкращая идея была смажить пальником. Вісім. Фиаско. Обратно, не взяли. Сім. Да. Спасибо. Люба, 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 бегом. Шість. Да. П'ять. Неси, давай, неси. Чотири. Виношу я, не приймають. Три. И снова тунец пересмажили. Не приймаю. Два. Виносить Люба, приймають. Да. Один. Час вийшов. Три. Три блюда нас приняли. Из шести, которые мы подали. То тунец, то перец, короче, как обычно. Полна попа огурцов. Фиаско опять. Ну, шо це є? Шо це сьогодні за чорна полоса? Шо це сьогодні вообще за день? Обще не понимаю. Як це? Один передержаний, одного перец недожарений, одному цього, у третьому перец опять недожарений, опять тунец не до скоринки доведен. Я понимала же, мы в жопе. Это то, что заработали? У нас двести сорок. У синих четыреста пятьдесят пять, блин. У зеленых триста сорок. Провал просто, блин. Второй этап заканчивается, мы в минусе. Ну, реально в минусе. На тунце. Мне больше всего было обидно, что мы на тунце провалились. Потому что я его готовлю, но чаще, чем все остальное. Блин, ну как так вообще? Так обидно. Якщо хочете поменять капитанів, зараз вы имеете можливість все зробити. Леха, давай ты сходишь? Нет. Давай ради фана. Не надо. Да нет, Влад, ну все нормально. Зачем это дешево? Не надо. Ты нам все нормально говоришь. Хочешь ходить? Хочешь попробовать? Попробуем? Давай. Ну, если хочешь. Хочешь? Ну, давай. Макс, только с тактикой нужно что-то определить. Чего же они так вот меняют, знаешь? Ну, непонятно, что-то у них там творилось, знаешь, в команде. Вот. Ну, я думаю, ну, канум не надо. Я, слава Богу, в другой команде. У нас в селе все прекрасно, нам роздупляє. От Аду, я, малиха, иди еще раз, питань нема. Вона каже, да, супер, супер, класс. Всі дольні. Мила довольна тим, що я ж хожу. Виходят мои подчиненные. Королева при власти опять. Эктор нам показывает. О, то, что я люблю. Перед вами фуагра с полуницею та цибуля шалот, приготовленная в червоном вине. Хочу, чтобы ваша фуагра была рожевою, але не сырою, гарно просмаженою, але не перетриманою. Шалот треба добре проварити, щоб він став м'яким та вибрав колір та аромат вина. Вам треба купити фуагра, полуницю та цибульну шалот. Посчитала внимательно количество редисок, бюдзельской капусты этих листочков, одну клубничку наполовинки. Все, знаешь, так до подробностей. Рассмотрев, даже моментами смог зарисовать себе презентацию. Все, остаемся мы, прибегает наша команда. У нас фуагра украшена клубникой по бокам, варена в вине шалот. Смотрите, мы, в принципе, фуагра готовим недолго, правильно? Надо идти ва-банк, надо брать 10. 10? Да. У нас последний тур. Мы либо проигрываем, либо пытаемся. Горис, это гариха, да. Ну да, шо делать. Ваня да в тактику, что давайте пидем ва-банк. Хотя был Макс капитан, но Ваня решили пидем ва-банк. Потому что или пан, или до добы пропал. 20 на 5? 100 гривен, только лук-шоу будет стоить. Вы не можете 15 на 10? Вы не можете его обложить или что? Тормоза. Подожди тут мозг, мне надо, чтобы думал. Отчиняется кромница, все по 5. Идем. Ах, молоденький мой. Ну шо? Сколько у вас є грошей? 10 фуагерам. 10? Ого. Так много. 10 аж наборов купили. Вот если Максим сейчас тут победит, он вообще взрастет. И он, не знаю, завтра с медалькой придет. Знаешь, они могли нормально на этой тактике красные заработать. Но это так, либо ты победил, либо ты вообще дурак. Дурак. Бери сразу себе редис, и нам надо сделать 6,60 слайсов редиса. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Ты сегодня будешь это мандолина. Любка-мандолина. Рубка-мандолинка. Почти как ругатель. Да, да. Люба, ты мандолина, а вон... Элина. Элина. Ты мандолина, а вон модель Элина. 4 штуки мне надо. То есть в итоге мы решили, что мы будем покупать 4 набора на приготовление блюда. То есть мы сейчас отдаем 60 ривен. Сколько штук ты берешь? Не надо надо брать. Не надо. 5 не будем. Сейчас все будут полить бабки, а нам нужно сделать и подать, и отбить свои бабки. Все. Да, да. Командное решение, то есть было. Взяли 4 штуки, я считаю, это адекватно. 4 штуки за 15 минут фуа можно приготовить, учитывая все декоры, соуса и прочее. Сейчас пришел. Оп, оп, оп. Тихо, Сержик. Что такое? Это не ядро, что это на нас наступил. Возьми доску еще одну. Лови. Хорошо. Значит, мы опять разделились. Я занимаюсь лучком, Элечка занимается клубничкой и нарывом всего на презентацию. Потому что она единственная, кто бачил презентацию, поэтому нам важно, чтобы она меня визуализировала, чтобы мы подали такие самые. Лев занимается прожаркой фуорой. Ммм, вы понимаете, насколько мне это не так быстро. А я говорю, что я стою, а я кайфую, думаю, что клубничку режут, а мне не важно, я луком занимаюсь. Участники, увага, залишилось 5 минут, а мы, поки зектором, сходим в подвал за вином. А-та-та-ра-та-ра-та-ра-та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та. И мне захватите, пожалуйста. Венчик там прикрутить можно просто. Так, до какой консистенции лук должен быть? До готовности. Пусть кипит. Твердо. Чтобы было мягко. И доводим флаг. А до белой куски у меня была идея. Резануть его вдоль, чтобы он был тоньше. Правда, чтобы он был тоньше. И, короче, я его не огласил. Какое оно должно быть внутри? Розовое? Розовое должно быть? Да. Обжариваем. Смотрю, очень мягко. Типа, я думаю, что, ну, не знаю, внутри оно там как-то подойдет, да все будет норм. Фуа долго еще? Сколько готовите? Две минуты, начну выдавать. Отлично. Чтобы плавно не пережаривать. Я на сковородке по толщине разделил, поэтому она равномерно прожарена. Фуа жарится на низких температурах, чтобы все соки и жиры в нее не вышли. И чтобы она очень равномерно и мягко запечатывалась. Я понимаю, что у меня нет такой роскоши. Сейчас мне приходится ставить на семерку, потому что у нас, блин, мало времени. Фуа первая три готова. Супер, формируем. У нас был план, что мы будем, вот только сделаем, что сразу и несем, не будем до конца ждать. Все, делаем, мы же первую презентацию. Фуагра, ложим лук-шалот, слайсы, все соусом полили, все по низу. Лук сырой. Да, я понял. Ух ты, еж мой, еж. Выкладываем все остальное, кроме лука, лук доводим. А лук осталось довести до готовности. Мы уже начинаем работать как конвейер. Чух-чух-чух-чух, просто начинают выдаваться тарелки одна за одной, одна за одной. Да. Да. Спасибо. Потом еще раз принимаешь, еще раз принимаешь. Пошла. Все, давай. Лук сырой и сырое фуагра. Все сырой. Фуагра выбросили, не дошлили. Сырой. Короче говоря, у нас все четыре тарелки были. Фуагра сырая. Капец. Все, несите. Все, несите. О, это хорошо, смотри. Супер. Спасибо. Останняя хвилина. Быстро, быстро, быстро. Бегу с кэшем, все, добытчик мамонта принес домой. Забираю второе блюдо, несу. Да. Опять, превосходно, супер. То есть у нас уже зашло два блюда. Мы с Элей так дышь-дышь-дышь, мы эти два блюда. Ой-ой-ой, простите, что за очередь? Десять. Бегом, бегом, бегом. Подходите, подходите. Девять. Мы ставим сразу четыре блюда. Это все червяные. Да. Сырой фуагра. Ой, бл**. Весем. Оце не будет сыра, я вам клянусь. Сырой фуагра. Семь. Сырой фуагра. Сырой фуагра. Сырой фуагра. Сырой фуагра. Ваня сегодня не дожарит фуагру. Ну, типа, не знаю, как так получилось. Может, в спешке из-за того, что мы делали сразу десять порций. Из десяти блюд у нас принимают только четыре. Так, косичок. Вышел. Шесть. Даша, ты прорывайся там. Пять. Простите, извините, я без очереди за хлебом. Мне только справку подписать. Знаешь, все прикол в больнице. Простите, мне до Эктора только автограф взять нас. Здравствуйте, Эктор. Вот мои два блюда. Мы вас порадуем. Мы вас порадуем. Четыре. Сырой фуагра. Три. Твою, налево. В смысле, сырой фуагра. Я говорю друге. Два. Сырой фуагра. А че так? Лев, я не поняла. Тебе точно так, что два блюда приняли? Или ты 40 гривен с кармана заставил? Одна. Час. Стоп. Учасники на цей кухне навіть менш, аніж за 15 хвилин готували фуагра. А ви погналися за кількістю, забувши про якість. До того ж неправильно розподілили процеси. Настав час спидвести підсумки та порахувати, скільки грошей заробила кожна з команд. Червоні, скільки у вас? 250. Уху! Третьим конкурсом десятку таки гривен заработали. Вот это молодцы! Короче, в общей сложности за 45 минут конкурса мы оказались очень таки убыточным предприятием. И ушли в минус на 50 гривен. Три, можно сказать, три рабочих дня, грубо будем говорить. И 50 гривен убытка. Ну, это вообще… Ресторан может уже закрываться. Уже можно вот такой замок вешать, все. И распускать работников, и на месте ресторана делать какой-то клуб, библиотеку. Эй, кипсы, я не у вас що? 395. Прикидь, то есть, если б мы сделали… То есть, надо было такое, то мы бы их сделали. Так отлично! Зеленый? 360. Я бы сейчас письмела, Джей, я бы спела. 360. Я хочу тебя на 360, 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 Кто победил? Мы победили. Понимаешь? О, Боже, я такая рада. Я думаю, Господи, вот как конкурсы, связанные с денежкой, да, я всегда выиграю. В целом, мы задоволены результатом випробований. У порівнянні с попередним таким випробованием, вы точно выросли. И можем сказать, что вы майже готовы до ведения ресторанного бизнеса. Понимаешь, что синяя и зеленяя работали гораздо лучше. Продумали стратегию, правильно инвестировали, хорошо приготовили и заработали копейки. Мы вас витаем! На балкон! Ну что, Анжелочка, бери свои слова обратно. Развеял миф, что я все время выигрываю, когда Кэп. Анжела довольна, почувствуешь, что красавец. Вот получилось, наконец-то. Ну, с собой то я всегда горжусь, то всегда. А сегодня я командой нашей горжусь. А си червоні! У вас было декілька капитанів, тому всі разом вырешить, бляска, хто саме винен у прогроши команды. Я. Почему? Я сказала я. Почему? Вы что переживаете? Я вот. Все, все нормально. Я взяла этих людей. Я могла, они не брати, не может, было бы что другу команду, они бы там выиграли. Понимаешь? Ну, тут я взяла на себе грубо відповідальність, я до себе взяла людей. Абсолютно у каждого члена команды были ошибки. Почему именно Люба на себя взяла эту ответственность, я не понял. Но, честно, в этот момент я где-то это воспринял, как будто она берет этот фартук за меня. Ваня, он же очень добрый еще был. Потом он начал переходить на сторону зла, вы заметили, да? И сейчас он пытается, в нем борется зло и добро. Будь эгоистом, чи будь альтроистом. Люба, мы поважаем ваше решение. Тримайте свой черный фартук. Ну, мы не можем, он сильнее, чтобы делать. Больше разуму даст свой фартук черный. Мы сегодня разорены. Люба, типа, вона устроилась дворником, теперь получается. А мы пошли спевать в переходы с парнями. Потому что деньги, что надо зарабатывать на новый ресторан, да? Сегодня утром я проснулась, и, как всегда, я пошла медитировать к своей любимой сосне. Обняла ее, как всегда, поговорила с ней, села и сижу. Слышу, у меня в волосах что-то копошится. Как-то такой вот, я раз-раз, какая-то гулька. Я начинаю выпутывать с волос, выпутываю, смотрю, паук. Паук огромный, паук, ну, прямо такой вот паук. Расправляет свои лапки, начинает лазить у меня по ладошке, по пальчикам, вот так, по моей ручке лазит. А у меня в семье очень любят пауков. Вот конкретно моя бабушка, она настолько любила пауков, она жила в деревне. Когда к ней приходили, иногда ее подруги, я говорю, «Ксения, а что это в тебе в кутах паутиня?» Она говорит, «Хай будет, это живет, хай воно там живет». Вот, и я когда увидела паучка, то так подумала, елки-палки, привет от моей бабушки. День сегодня пройдет прекрасно, и с хорошим настроением я отправилась на конкурс. Ой, херобки! Слышно, три команды. Четыре команды. Четыре, нас тут осталось три сироты. Ну, четыре команды. Я в шоке. И там на каждой поверхности коробки. Ну, по коробочке. Ну, естественно, я поняла, что там продукты. Это понятно и ***, понимаешь? Влада, вчора вы были капитаном найбогатшой команды. Тож сегонки ця посада зберегается за вами. Прошу, обирайте кольор фартухов. Пирож шоколаду. Чуба. Что, Элька, что-то не нравится, что я говорю? Нет. Ты его очень в последнее время начала захищать, серьезно. Ну, ты меня разочаровываешь, серьезно, я говорю. Они с митцем поссорились прям жестко. Ну, типа, из-за чего? Из-за того, что Митцек говорит, что он хочет кителя. Я сейчас сегодня слышу фразы. Один пришел сюда в кителя, а вторая *** пощелкать. Щелкаю. Можешь до него переселиться сажать. Я так сильно знала. Ну, что ж, а теперь за традицией влаг вы можете даже выбрать себе конкурентов. Владимир, кто будет другим капитаном? Лев. По жизни, по жизни, абсолютно по жизни. Всегда выбирал самых сильных конкурентов себе. В спорте, не знаю, в основном это было в спорте. Если ты будешь все время конкурировать со слабыми, то у тебя не будет никакого результата. Влад, кто будет третьим капитаном? Ваня. Я такой интересный смертничек, что ли. Что он пытается рассчитывать? Что мы сегодня не выспались и будем работать с одной рукой, с одним глазом? Ну, и останним капитаном кто будет, Влад? Максим. Влад! Чего не я? Ты что, хотел, Серег? Ну да, я не знаю. Все через вашу зачистку вас не обрали капитаном, Сережа. Он торопился на съемки. Ну, Сережа, посмотри, все мужчины в капитанстве. Ну, это типа турбина поцелувала. Ну, и, короче, мы все встали, и начинается разбор по командам. Розпочнемо с Влада. Леша. Спасибо. Лев. Сокола. Иван. Ваня бере соби лучшего друга, товарища, человека, который никого не кинет на тебя в беги. Супергероя, человека, амбицию, но нет. Короче, я залетаю. Я так спокойно подходил. Спасибо. Все. Довольно? Дуже, дуже доволен. Максимально. У меня, конечно, без аплодисментов сегодня проводили. Такие, ну, скудные облыски. Макс. Анжела. Слава Богу, тебя не забрали. Влад. Эля. Спасибо. Давайте Любу. Ну, дивись, ну, Бурцеву можно будет слить вдруг, пшо. А если ты хочешь поработать, можно взять Любу. Я такая, ну, Бурцеву, чтобы слить, или Люба, чтобы поработать? Люба идет с кривой физиономией и просто недоумевает, что происходит, потому что она четко понимает, что ей не будет комфортно работать сокола в одной команде. Ну, и ко мне присоединяется Бурцева. Сьогодні все будет максимально просто. Жодных перешкод и обмежений. Лишится кухня, вы и ваши кулинарные возможности. Так не может быть. Ну, ну, ну. Летяна, удивляйте. Когда же будет подвох витей всей истории? Подвоха не слышу. Для каждой команды мы подготовили по одней коробке загадки. Под каждой из них однаковый набор продуктов, из которых можно приготовить безлечащие украинской кухни. Обожаю борщ, обожаю голубцы, обожаю лисички с картошкой, обожаю мясо, обожаю сало, обожаю водяру, сало. Вот если я к бабуле приезжаю, то там борщ как борщ. Хочу веслом топтать, вот таким большим, огромным. Вот это борщ. Вот поэтому я его люблю с мясом, с хлебушком, черным сальцом, писяшка ледяная, которая тянет за ап. Откусил вкусняшка, вкусняшка подборщик. Пузо наел, тебе офигать картофан подъехал с этим самым, с лисичками, ты картофанчик. Чикс, писяшка ап, ледяная. Кровяшка, кровяночка, какая же классная шпилочка. Кровяночку пожарил с сальцом, фун, майн-кетчупа туда, порезал, закидал, писяшка холодная, а-а-а, ням-няв-няв-ч. Просто, может, писяшки любишь? Бухать чисто люблю. Это прекрасная наша традиция. Вот смотри, если, например, в нашей стране болеет живот, да, болеет живот, что надо сделать? Вот кипец перцем. Если болит голова, просто вот с кипец. Если болит, там, не знаю, что, горло, то просто теплая водяра или пивком, шлифанись горячим. Прекрасные традиции. Ваше завдание – застосувати свою фантазию та приготовить лише одну страву. Але це має бути фантастично-професійний витвір. Відкрите нам нову українську кухню. Берите, готовьте. Еще и блюдо украинской кухни. Ну, если вы в Украине, ну, конечно, я там не совсем украинка, ну, понятно, короче, я в умнистях кровей не мешаю. Болгари, молдавані, українцы, русские, греки. Остальное забыла. А, еще это, угорцы? Угорцы. А, поляки. Бабка у меня полячка. Такая зиката, что капец. Логично, что прогреш у таком випробовании значительно ганебнейший. Тому команда, что приготовит найгіршую страву, в повном складе одягне черные фартухи. На приготовление страв у вас будет 45 минут. Час пішов. Так, давай поколдуем сейчас на самые классные продукты, да, какие нам нужны. Все, все, они там. Сейчас там появятся самые лучшие продукты, самые такие вот классные, которым можно, я не знаю, приготовить идеальное блюдо. И Макс тоже так закрыл глаза, так подался моим таким магическим моим этим отвеянием. И мы поднимаем коробку и смотрим, там есть все, действительно. Катушка, свинтерей, буряк, маловарушка, ой, тыковка, что тут еще. Пурица, салко, свинятинка. Капуста, тыква. Ого, кар. Выставляем все, все же нечего. Вишни, молоко. Мука. Меня это так обрадовало, нету этих всех кринчиков, нету этих всех бэби, бэби, ну короче, бэби вот этих бэбиков. Мои продукты там, и мукичечка, и дрижики, и огурчик, помидора, ну короче, бурячок, и капуста. Ну мои любимые продукты, наши украинские продукты. Может быть, как-то рыбку начать. Подожди, ну это слишком просто, фарширнуть рыбу, это слишком просто, да? Ну да, да. А что, если мы сделаем вообще какие-нибудь вареники с необычным сочетанием продуктов? Разные вареники. Вареники с карпом, это прикольно будет. Да. С тыквой, морковь и яблоком. С тыквой тема, да. Да, да, давай, давай. Одни у нас будут чисто с карпом, а другие мы сделаем с тыквой и яблоком, которые мы перекрутим, карамелизируем немножко. И, собственно, он будет вот такой вот один отличаться, делаясь немножко другой вкус всему блюду. Становись на тесто, я филирую карпа. Да. О, класс, все подхватили, поехали. Эля. Эля. Эля, пленка. Ты видела где? Покажи мне. О, спасибо. Слышишь, Элечка? А вот ты мне скажи, вот это вот вермишель, это ты считаешь украинское блюдо? Локшина есть украинское, да. Локшина. Эля, Эля такая, а может сделаем пасту? Я смотрю на нее, вот эти вот, ну она прикольная же максимально, ну согласись, прикольная. Если бы мы сделали равиоли какие-то вот барикового цвета. Не качи-то говорю, забьем, будет *** какая-то. Я думаю, что равиоли это плохой вариант, если честно. Да. Давай лучше свинюшку приготовим. Основной у нас будет стейк. Стейк? Да. Стейк украинское блюдо. Стейк украинское блюдо. И смотри, у нас есть типа морковка, тыква и свекла. Понимаешь, это типа три пюре будет, прикольных три пюре, то есть палитра. Три пюре. Элечка, сделаешь? Сделает. Слышишь? Ага. У нас луковица одна, а не две. Ну. А давай-ка мы сделаем, говорит, этот, кручайник. Лукойца аккуратно зачистить. Вовнутрь фарш. Лаврухи дайте мне на пюрешки, лаврухи. Я бы мне тоненько отрезать вместо бекона, мяско это, посолить, поперчить. Отдельно. Замотать. Отдельно. И запечь в духовке. Отдельно? Ого, да. Делай, делай. Помимо же этого, я сделал уже три маленьких таких марочки. Марочка – это белок такой. Белок с цукром-то солью. Такие запик трошки. О, у нас очень напичканная броню будет. Должна быть очень красивая картинка. Очень красивая. У нас должна быть красивая картинка. У нас она будет. Обязательно. Вообще просто. У нас в нашем блюде должна сочетаться украинская щедрость и тонкость, и изысканность высокой кухни. Вот так. Давай я буду делать штудель на украинский манер. Что-то мешками. Типа как вертута? Да, как вертута. Типа жаркое украинское, да? А сверху укладываем вот этими штруделями. Вот моя мама всегда так делала вот в Винницкой области. Вот это блюдо, картофель со штруделями, еще от моей прабабушки. Прабабушка готовила моей бабушке. И когда доставала его из духовки, и она потом сразу укутывала этим кожухом, она еще парилась, парилась там час-полтора. Потом она открывала, оно все такое упаренное уже было. ароматное, это праздник был. Мы всегда приходили со школы, и мы только видели этот кожух на столе, да? И мы понимали, что там картошка со штруделями. И поэтому, я не знаю, это настолько мне родное, близкое. Я почему-то так захотела его приготовить. Я делаю вот этот штрудель, вот такой вот с творогом, соленый, и солю творог. И мы вверху вот так укладываем. Тут лежит картошка с курицей, так. Сверху уложены вот эти вот штрудли кусочками. Я со свининой немножко сделала. Со свининой запечется, успеется? Да, я его обжарю, запечу. И вот так вот укутаем фольгой и ставим запекаться. Мы решаем подать именно на сковородочке. Знаешь, это такая, как больше старинная подача, как-то такая деревенская. И даже вот деревенскую подачу даже в ресторанах практикуют. Почему бы и нет? Я надеюсь, что моя бабушка сверху смотрит на меня. И она мне посоветовала такое. Чисто интуитивно. Что-то у меня сразу первая мысль – давай так. И тут я понимаю, что вот сегодня все совпадает. Блюдо бабушки, бабушка-паук, счастливая новость, хорошая весть, удача. Естественно, мы должны победить. О, это классное блюдо. Он как только согласился, у меня сразу как-то так волнительно стало. Хорошо, мне нравится эта идея. Это блюдо моей семьи, самое любимое. Я понимаю, что я это предложила. Капитан со мной согласился. Не капитан, как обычно, предлагает. Я знаю, если бы какому-то другому капитану, такому, как Льву, Ване, Даше, это было бы напрочь отметено. Все, уже начали готовить, мы еще думаем. У меня вообще никакие мысли в голову не залетают. Я думаю, вот я смотрю на эти ингредиенты, как на баран на золотые ворота. Сколько у нас уже прошло? Семь минут? Так, где наши идеи, Лев? Я не знаю. Я думаю, что можно от украинского придумывать нового из этих ингредиентов? Что? Мы можем делать, слушайте, мы можем делать какое-то украинское или рагу, или, возможно, голубцы. Голубцы нам не будет долго, нам и листочки треба зняти. Ну, молодая капуста можем сделать. Голубцы, в принципе, можно попытаться сделать и без лиса, почему нет? Может быть, реально нафаршировать тыквой и карамелизированной тыквой с куриным филе, то есть, и завернуть в голубец. Но это будет реально прикольно. Ну, мне это кажется. Парай толстой? Да, толстой точно пар. А нату дедоватый им колер? Можем попробовать. Да давай, пока Люба бланширует себе, значит, там сбоку капусту. Лев, что сделала фаршик, я нарисла морковочки, начистила бурячок, все. Зачем мы парились? А треба было блинчики, которые сделать, и мозги особи не парить. Люба, какие блинчики? А что мы паримся? Боже, Люба, какие блинчики? Поворачиваюсь на льва, а у льва вот такие, короче, горящие глаза и говорит. А может быть реально сделать свекольные блинчики? Сейчас обжимаем свекольные. Курица! 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 Вот это я, баточка курицы. Курица! Именно я, блинчики. И тыквой! Зашибись, как вовремя! Давай! Полчаса осталось! Капусту. Нафиг. Вот все, делаем блинчики, завернем их вот этим фаршем, который мы приготовим, то есть и будем подавать. Ты навально делай из рыбы что-то фаршик, а с там зажаркой. Смотри, а давай их как классические вареники с этой сделаешь мне? Такие красивенькие, кругленькие такого? Да, да, да. Дома делаем по 200 вареников. В морозилочку, на досточку выложила и по пакетикам. И, например, приходим мы с работы, нечего делать нам, вернее, есть что делать. Но мы голодные, как собаки, ты понимаешь? И нам надо уже что-то покушать, а у нас нету ничего. Мы берем пакетик с морозилочки, берем эти варенички и варим. 15 минут, и мы короли, понимаешь? Сейчас вылепим, Сереженька. Сейчас. Ните ногти, б***ь. Ваня, а что у нас с соусом? А, что у нас с соусом? Да, расскажи, как он будет у нас выглядеть. Как вы сухус делали? Быстро говори. Базовый белый с перемолотым маком, соль, перец, хрен. Как ты его назвал? Маковый соус. Окей, спасибо. Мак, 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 мак. Мак даже не кладься, даже думали. Нет, мак у нас мы задействуем. Я видел, короче, такой, такой, гоблин стейк. Там, где он обваливается, типа, в кофе, в кофе свежего помола, обваливается и обжаривается. И у меня в голову приходит мысль такая, может, мы возьмем сейчас смака, что-то типа такого сделаем. Мак, я обвалял, это панировка. У тебя красивый стейк, черный цвет должен быть. Понятно? Какой толщиной будем? На два делаем. Один пробуем, второй подаем. Сковорода немножко опаснячка. Мясо на сковороду. Ну и погнали жарить. Леш, по мясу давай запускай его уже с смаком. Бывем. Лех, смакну туда. Берешь вот эту вот дичь. Давай. Сюда кунаешь. Прямо сюда. Пошел. Пожарил. Чип, чтобы черное было. Чтобы черное, красиво. Блин, главное, чтобы свинья не была сырая. Мид, свинья не должна быть сырой. Я понимаю, она же дойдет. Там три минуты и хватит. Сделала три пюре. Все, высадила их в кундерские мешки. У меня три таких красивых цвета лежат. Боже, я почему не гала? Вот так бители палочки, мне жвочки. Они такие красивые, я вообще капец. Все. У нас зелень какая есть? Укров, да? Укров, петрушка. Так. Мы ее в конце дадим. Нет, я хочу сюда добавить. Всегда сюда зелень добавляется. А, то часть не ставишь? Ставлю немножко сверху приятовод. Начала делать начинку, завернула. Говорит, все, у меня, в принципе, тесто готово. У меня все уже готово. Остается только это все соединить и поставить в печь. Давай быстрее, быстрее. У нас уже должно стоять духовки. Согласен, подожди. Теперь красиво выкладываем. Вот так, смотри. Оно чуть-чуть будет расти. Самые вот такие крупные, красивенькие, да? Да, тогда да. Все, тогда да. Сделали сметанный соус, залили в это жаркое. Наверх ставим этот струдель кусочками. Я понимал, что будет прикольно, когда он запечется, будет золотистый. Половинка будет, получается, открытая. Половинка будет просто вот с этим струделем. Все. Ладно, ставим. Все, ставим, да. Ставь. Я думаю, приготовится. Знаешь, я, конечно, вовнуюсь, что тесто может не пропечься. Мы увеличили температуру. Ну, и мы стоим, ходим вокруг да около. Что такое делают? Тоже интересно. А, блины типа с буряком. Нам два блинчики хватит, правда? Угу. Нам два блинчика хватит. Да, два блинчиков хватит, да. Лев быстрее. Тебе еще треба выложить на дарелку, разрезать и длину скидать до ума. Ты можешь обрезать блины? Так я тебе знаю, какие ты хочешь. Я ж не знаю. Какие ты хочешь? Наискосок. Начинают резать, формируют, смотрят в разрезе. Это красивая спираль. Кусочки тыквы выглядывают. Ну, очень красиво. То есть и цвет блинов потрясающий. О, идеально. Давай эти три штучки клади и все. Мы выставляем разные высоты эти блинчики, три штуки. Туда еще что? Можно так сметану? Давай сметану. Сметану, сметану, сметану. Вот, сметану. Свекольный сок, нет? Свекольным соком ее закрасить, нет? Да. С сырым, нет? Да, ложечку маленькую в тебе есть. Свекольным соком нельзя закрасить. Давай, давай, капни, капни чуть-чуть. Участники, увага, залишилось п'ять. С рыбой, с рыбой, с рыбой, с рыбой. Думаешь, готово сидеть? Да. Чотири. Ммм, это очень вкусно. Это очень вкусно. Рыба с рыбой? Да. Сюда. Много сильно всего. Три. Это, там Петра была. Это ж украинская кухня, можно использовать. Что? Петрушка там сидела. Две. Одна. Давай, все, посыпай красиво. Стоп, час на приготовление вышел. Мы такие умысли. Рыба. Хорош. Ох, что ты думаешь. Ох, ***. Старались. И стоим же, ждем, пока нас будут на вердикты пригласят. И тут говорят. А сейчас капитаны берите ваши стравы и несите их до ресторана. А вам, команде, доведется деякий час зачекать. Дюрди, давай затрем. А, так что так? Вау. Ваня, все, удачи, удачи. Ваня, удачи. Что происходит? Они что, будут обсуждать, что мы приготовили? А как это что-то будет? Как? Куда? А почему в ресторан? А почему уходят? Капитаны уходят, а мы остаемся. И все. Лескому просимо. Мы заходим в ресторан. Там засервирован красиво стол с четырьмя салфетками. Там стоят шикарные подсвечники, винные бокалы, засервированные приборы. Сидайте, но смеловейше, не бейтеся. Это все для вас. Ого. Что? Типа, алло. И у меня сразу в голову, ну, что мы сейчас будем жрать на перегонке или что? Ну, реально была такая штука. Я уже представляю, как мне этот стейк посильнее это засунуть и проглотить. Капитаны, сегодня особенный день. И я хочу створить и соответствующую атмосферу. Перед вами чувствуются порожные келихи, да и свечки не горят. Все никуда не годится. Треба виправляти. А вы пока что подумайте, яке вино вы хотите? Біле, чи, возможно, червоне? Я говорю, что мы, что мы будем бухать, будем еще красиво говорить. Да, это же вам свечи подпалю. Я говорю, ё-моё. Это прощали уже? Мне кажется, да, это последний момент. Какой гостеприимный прием. Скажите, Максими, какого вина вам хотела, чтобы? Белый, сухой. Белый, сухой. Хорошо. Хорошо. Как-то тяжело-то свобиться. Красный? Белый? Савиньон-блан 2010-го с легкими оттенками фруктовых нот. Вуала. И здесь. Все, что горят, судя, садятся вину налетом. Ото ж, віддані фанаты Мастер-шеф уже мали здогадатись, що сьогоднішнє випробування зветься Білий прапор. Сразу вспоминаю этот конкурс. Белый флаг. Я понимаю, что у нас сейчас будет дегустация. И знаешь, я сразу себя так, понятно, что-то я чувствую сейчас будет такой капец. Вы сами оцените стравы одни-одного и вы значите найгиршу. Это ваш уникальный шанс подивиться на работу кухаря с позиции критика. Мне кажется, что очень разрушился Мицкевич именно в тот момент, когда понял, что уже его сейчас ждет. И он эту кашу сам заварил. Выбирай вот таких капитанов, достаточно сильных, которые сейчас могут вообще в любом блюде найти. По сути, каждый из нас, каждый из четверки мог сегодня любое блюдо разложить просто по полочкам. Максим, розпочнемо з вас. Мы решили приготовить сегодня рагу со свининой. И также там есть сметанно-чесночный соус и творожные струдни. Струдни – это староукраинское достаточно блюдо. Как по мне, это вот, ну типа это неизысканно. То есть да, это что-то есть украинское. Но вот конкретно в этом, конкретно вот в этой дичи, нема ничего из визгодова. Ну то есть это что попало. Срала-мазала-ли-пыла называется. Пожалуйста. А вы свинину приправляли специями? Да, да, конечно, соль, перец. Свинина, вот она, ну совсем недосоленная. Что? Ну насчет соли реально меня это удивило. Я думаю, блин, я пробовал это блюдо, оно было нормальное на соль. Нормальное на специи. Я понимаю, что я попробовал даже до момента, когда оно обжаривалось. Я еще не начал его тушить. Оно было нормальным. Мало того, я его сейчас сверху подсолил и поперчил. Я думаю, где ему мало соли? Свинина суховата, и она даже тяжело режется. Мне приходится прикладывать и так своей больной рукой в разы больше усилий, чем если бы она была сочная и нежная. То есть она очень тяжело прорезает. Тесто внутри не успело пропечься. Вот если ты видишь. А там творог, оно... Ну, я так понимаю, вот-вот. Оно будет нежновато. Вверх я вижу, что он реально запеченный, а середина, правда, сырая. И это я уже понимаю, что, блин, ну это фиаско. С левой, как салашусь, тут видно десер, вот, десер, а тут видно десер, Макс. Понятно, что его будет видно. Как вот вылетит недопеченное тесто, какое оно по вкусу? Сверху корочка, внутри просто какого-то крейсера, как жванок, и оно чуть твердоватое местами. Ты ты заешь ее, а мы вообще, ну, типа, не алло. Беру просто вот так, запиваю, просто глотаю, не пережевываю. Ну, не мог, ну, мне стыдно было, типа, Макс, прям, что-то выплюнуть при судьях, типа, ну, некрасиво это очень. Оно, возможно, если бы оно допеклось, оно было бы четко. Тут с актерскими, по-моему, данными у него все печально. Я не думаю, что оно настолько было прям дубовое, что его нельзя было проглотить. Тем более, в конце концов, если оно, так сказать, было сырое, как минимум, оно должно нормально жеваться, если оно сырое. Потому что оно не было вот таким прям, что можно было забить гвоздь. Аптоха. Сырое. Не полностью, внутри вот эта вот самая штучка, которая в центре, чуть-чуть, понял, ну, кушать можно. Я бы не сказал, что картошка сырая, она протушена. Ну, возможно, на грани, но вполне себе. Мне нравится, как это выглядит, наполовину в закрытом виде, и, возможно, если бы чуть меньше было, струдней, правильно? Да, да. То это выглядело бы немного аккуратней, но я понимаю, что в национальных ресторанах такая подача имеет место быть. Я вас услышу, спасибо. Беда. Беда бедой. Я сегодня в зоне риска. Леве, на разе ваша шерха. Одиннадцатка мастер-шеф. Блинчики, думаю, но, может, они какие-то особенные сейчас будут. Четко ощущается вкус курицы. Это потому что это курица? Ну, да. Мне не очень нравится презентация, имеется в виду соус, капли эти. Ну, соус у меня никак не дохраняет. Ну, это не соус, это просто сметана, которая, правда, закрашена свеклой. Я понимаю, что вот я поел, будто, знаешь, я зашел в какое-то, короче, типа, кафешку, чисто мне захотелось поесть. Я говорю, о, блинчики, дайте мне блинчики. Я их поел, я понимаю, что это блюдо я ем сегодня, больше я не захочу его есть. Ладно, ты любишь блинчики? Очень люблю блинчики, особенно с мясом. Блинчик визуально очень аппетитно выглядит. Кажется, что это десерт. Я это пробую, это мега вкусно, это мега классно. Презентация. Вообще просто пушка, мне очень нравится. Презентация. Цвет вообще очень клевый. Выражено так, красиво, насыщенные цвета. Мне, ну, прям вот вообще тебе респект за это. Презентация в стиле Элли. Вот это вот розовое все. Розовый блинчик, розовая, значит, сметанка, розовая, розовая. Реально это выглядело как десерт. Мне казалось, что начинка из творога, потому что были, значит, вот эти вкрапления, как будто, знаешь, вымоченная курага, а не тыква. Творог внутри. И вот, собственно, красный блинчик стоит. Это обычное блинчиковое тесто, для которого вы просто использовали. Да, мы вместо воды использовали свекольный сок. Блинчиковое тесто. Блинное. Блинчиковое. Блинчиковое. Вроде все и неплохо, но вроде и не понимаю, чего тут вау. Ну, типа, почему это блюдо стоит вообще на кухне мастер-шеф, мне было непонятно. Влади, будь ласка, теперь ваша черга. Влад. Я смотрю, я не знаю, на что мне смотреть, потому что там тьма всего. Мне достается тарелка. А вообще пожелание к блюду, как его есть, это брать и сразу три пюре есть. Ну, то есть один, да, вместе. Что конкретно? Просто их с чем? С мясом? А, с мясом, да. Угу, я понял. Зачем делать три пюре, если его все равно есть вместе? Ну, это логика Влада. Это лук? Да, то есть, ну, мы его сняли, с одной стороны разрезали, сняли, пожарили фарш, в него добавили фарш. Лук сырой. Ну, я хотел, чтобы он был там, блядь, не как кисель, чтобы в соплю не превратился, алло. Все всегда ели зеленый, лук, цебуль, макали, соль и ели. Это абсолютно норм, ребят, алло. Само мясо нравится? Мак, мне очень нравится. Еще минус, знаю, что сейчас я ощущаю, что у меня очень много маку во рту и, скорее всего, он будет застревать. Очень много деталей, и оно смотрится, с одной стороны, вульгарно, да, и как-то вот небрежно. Вульгарно? Немножко вообще, не знаю, небрежно это тоже, там все было аккуратно. Мне очень нравится морковное пюре. Тыквенное, оно пустотелое, и свекольное тоже. Будем работать. Стоило ли так много всего добавлять на это блюдо, можно было бы вполне ограничиться этим стейком свиным, пусть даже с тем же маком, то есть он там мне погоду не испортил, и добавить одно пюре. Мне кажется, что достаточно много элементов, потому что есть основной ингредиент, звезда блюда, по сути, а остальное должно ее дополнять. Зачем? Зачем вы приготовили все, что было под коробкой? Зачем? Какой соус на свинине? Лишневый. Сначала была панировка из мака, а сверху вишневый соус. Естественно. Вот вишневый соус вкусный, мясо правда вкусное, мак я тоже здесь не очень понимаю. Не понимаю вкусу мака, да не понимает. Я согласен с критикой в том, что мак был недоработан. Но это правда, это очевидно, нечего тут скрывать. Ваня дает пробовать, у него там три вареника, один там из карпа, другой там из тыквы. По поводу презентации, мне очень, если честно, тоже нравится. С тыквой, как клево действительно постарался, действительно аль денте. Интересно. Класс, супер, потрясающе, просто огонь, бомба, пушка. Нравится, класс, супер, вообще, ммм. И он такой подчеркивает, такой вот, соус фантастический. Ну правда, он такой кремовый, ассистенция очень крутой. Мне такое нравится, потому что мак, как бы я, в принципе, это привык видеть в десерте. Вот, в принципе, тут. А мясо ты не заметил у себя? А? В мясо у себя не заметил? Ну это же фьюжи. Просто он привык видеть в десерте, а в своем мясе использовал. В своем мясе не заметил, просто закрытыми глазами сыпанул. Панировал. У меня просто глубокая тарелка с соусом и три вареника сверху. Чего в этом фееричного? Ну для чего это мне сейчас задницу лежишь? Для чего? Попробуй блюдо, скажи нюансы, передай тарелку дальше. Ну не нужно этого театра. Ну все же это выкупают, что это театр. Для чего он происходит, непонятно вообще абсолютно. Ну знаешь, мне, вот если ровнять вареники с карпом и с тыквой, с тыквой даже намного вкуснее, и они сочетаются, именно этот вареник лучше сочетается с этим соусом. Если вот взять пятибалльную систему по этому блюду, я поставил ему, наверное, четыре. Потому что есть к чему расти и есть, что усовершенствовать. Мне очень нравится презентация. Такой украинский фьюжн. Вот и укропчик. Он просто присутствовал внутри в карпе, поэтому он присутствует в презентации. Мне кажется, что вот современным и соответствующим украинской тематике блюдом, наверное, было блюдо сегодня нашей команды и блюдо Ваниной команды. Ви скуштували всі страви своих соперников. Теперь шляхом голосования ви маєте визначити, какая из них, на вашу думку, найгірша. По черзі ви вийдете на кухню та напишете на папірці колор тієї команды, против которой вы голосуете. Ну, все понятно. Да, все понятно. Макс. Спасибо. Я хочу оценивать объективно. Понимаю, что лев, да, там были недочеты, мне немножко были непонятные моменты, но это было хотя бы съедобно, и не было тех элементов, которые вообще нельзя есть. Мицкевич, я понимаю, что там было много всего, было съедобно, несъедобно, мне не все нравится. У меня сегодня были две чаши весов, где был Макс и где был Влад Мицкевич. И все-таки очень важно, чтобы не переваливали личные отношения за то, что мы выдаем на тарелке. И мне кажется, что я сегодня сработал максимально честно. Все проголосовали, все сделали свой выбор, никто не знает, кто за кого проголосовал. Время вернуться к своим командам. А че один? Шо, Мицкевич, выиграв тебе чужой? Ну, Лёва? Недовольна, да? Че мне не разговаривать? Капец, все. Мицкевич нифига не говорит, никто нифига не говорит, те себе капитаны смотрят и не понимают, что происходит. А мы вообще не понимаем, что происходит. Что неслось? Вообще ноль. Команди, в ресторані ваші капітани скуштували всі чотири страви, а потім таємним голосуванням визначили найгіршу. Нагадаємо, що команда, яка сьогодні програє, одягне чорні фартухи у повному складі. Проте, це ще не вирок. У вас буде одна можливість уникнути цієї долі. Ось вона. Да, і що будемо робити? Должна тебе здатися. Якщо команда підозрює, що її страва швидше за все буде визнана найгіршою, то капітан може підняти цей білий прапор. Таким чином чорний фартух дістанеться не всій команді, а лише комусь одному. В народі це називається здача. От, обично на палку вішують білі труци і ментиляють. Поняли? Це позорно. Це, тіпа, от ти ригачка полна. Ну, ти понімаєш, що один всього лиш підавчорний, а не вся команда. Но! Єсь одне дно. Якщо ви прапор піднімете, а ваша страва не буде найгіршою, то за невіру у власні сили хтось один з команди має одягти чорний фартух. Офігеть. Я в шокі. А я почала нервничать, знаєш. Думаю, господі, взують в мене чорний. Думаю. І я вже себе одела. Понимаєш? Ну, як обична я. Ваня, чё такий грустний? Угу. Ваня, чё такий грустний? Ваня! Чё такий грустний? Ну, що, Серджі? Що таке? Розкази, вам. Ідеш в чорний. Розкажи нам. Будемо ставити. Що таке, блин? Я шучу гуманюсь. По нашому блюду і по блюду льва не було взагалі отрицательних коментарів. То ми не будемо ставити? Ні, не будемо. Не будемо ставити, Ванюка? Не будемо. Хорошо. Ну, а ты можешь сходить в чорный. Я не хочу, Ваня. Да сходи, Серджей. Не хочу. На тему ты ж не кажешься не хочешь. У нас все хорошо. Мы не поднимаем флажок. И пречи его куда-то подальше, чтобы даже не мозолило глаза. У вас с Татьяной одинаковые прически гофрировали. Ты залетил? Ну, я считаю, что нам белый флаг поднимать не стоит. Максима зализа. Я не знаю. Ну, судя по их комментариям, то есть у нас не худшее блюдо. У нас отличная презентация. У нас по вкусу хорошо. У нас балансировано по вкусу. Поэтому я считаю, что белый нам поднимать не стоит. Уверен? Я уверен. Я уверен. А на вопрос все понятно. Все как все в себе уверен и посмотрите. У нас тоже все нормально. помимо митбол, у нас был лук сырой. Не было. Он сырой. Был, был. Он очень вкусный, сочный. Короче, сырой. Он вот так вот взял и разрезал. С мясом лучше скажи, что. Четко, да. Да? Ну так что, решаем? Нет? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Я слышал, что все вместе пошел. Я не хочу. Я только выбралась. Да мы только все вместе были. Для меня это очень тяжело было. Ну, митенька, митенька, я не хочу этот фарт утертый. Я говорю, эля, успокойся. Все нормально. Ну, если хотите, я еще подниму. Есть проблемы. Остродни были сырыми. Внутри было сырое, да. Я считала себя виноватой, потому что я предложила изначально это блюдо. Нет, знаешь, если бы мы поставили это за 30 минут, может быть, мы бы это готовили. Я не дала даже подумать Максиму. Я не дала даже высказаться. Я как увидела этот набор продуктов, вот так мне пришла в голову эта идея моментально, вот первые секунды. Я сразу Максиму ее выложила, и Максим согласился. Я думаю, что, если хочешь, можно его поднять, я беру на себя. Да что я беру. Нет, давай так, я предложила. Мы его уже не поднимаем, и мы берем его вдвоем. Я беру на себя, потому что я предложила тогда. Нет, мы тогда его убираем. Да вы, ну зачем тебе? Зачем тебе? Давай мы уже... Я так не могу. Как он? У меня предложила. Я так не могу. Либо.. Нет, тогда его убираем и одеваем вместе. Потому что, ну, мы работали вдвоем, есть косяки по твоей – это будет, есть косяки по моей работе. Я хочу судить это все как должно быть. Я понимаю, что есть мой косяк, есть Анжелый косяк. Я говорю, если ты так хочешь одевать черный, тогда давай, просто не будем поднимать этот флаг и оденем его вдвоем. Так будет никому не обидно. Это справедливо. У него не будет в любом случае, но это не будет. Справедливо. Капитаны, час на роздуме закинчився. Кто считает, что его команда програла в этом выпрогоне, будь ласка, поднимите белые прапоры. Он говорит, никто не поднимает. Все классные. Никто, все таки уверен, никто не поднимает пропорции. Ни одна команда не подняла пропорции. Ну да, идем на дно, идем вместе. Почему бы нет? Ой, что-то вы за надто упевнение в своих силах. Вважаете свои стравы идеальными? Цикаво. Что ж, тогда давайте узнаем результаты голосования. Ось тут картка землям. Ваня. Ванька. Ванка. Это Ваня? Я за него, да. Ванка. Вано и Вано. Киповерди. Ваня. Проголосовал против команды. Жорти. Была надежда, что Ваня, возможно, проголосует не против меня, а против команды красных. Но он судил по справедливости, поэтому он решил проголосовать именно против меня. Ну окей. Потом мой голос. Максим из команды «Жовтих» решил проголосовать против червоных. Логично. Ильна, по-другому, стиле так. О, я такая уж обалдела, думаю, ах ты жаба, говорю. Ты, 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 ты не хочешь психанула, думаю, блин, он засранец, засранец просто. У тебя что, не было льва, против которого ты, может, у меня не была ваня, а то точно огни головой думала с ракой. Эля, мне не личностные качества важны. Жорти. Я за справедливость. Обижайтесь, как хотите. Влад проголосовав проти команды «Жовтих». Отож, у нас два голоса проти команды «Жовтих» та один голос проти «Червоных». Я вообще стою и очень волнуюсь, прям очень волнуюсь. Я вообще просто так паниковалась. Макс точно уже в черном, то есть я понимала, что Влад за Макса, Макс уже точно в черном. Ну, как бы один голос и за нас есть, то есть если сейчас Лев голосует за нас, то две команды будут в черном. И все, сраться мы. Лев. Лев с команды «Синніх» проголосовал проти… Кипо «Жовтих». Три голоса проти «Жовтих» та один проти команды «Червоных». Абсолютно непонятно, почему Макс слышал критику всех капитанов, почему он не объяснил это Анджеле, они не подняли, ну, белый флаг. Команда «Жовтих», подходьте. Ну, может быть, стоило поступить как-то по-капитански, когда капитан идет на одно со своим кораблем сам, то есть он не покидает свою руку. Команда может спастись, а капитан идет на одно, то есть, ну, Макс решил, что, то есть, они разделят эту участь, то есть, ну, немножечко так слабохарактерный он поступил. Скажите, Максим, у вас была возможность врятать одного из участников, но вы пошли другим шляхом. Згорела хата, нехай горит и сарай, так, Максим и Анджело? Ваш маленький «Титаник» в полном складе пішов на дно. Забирайте свои черные фартухи. Спасибо. Але у вас є нагода триумфувати на «Битві чорних», якщо вдасться. Мы будем стараться. Повертайтесь на своє місце. Спасибо. Йома-йома. Макс, тебе иди? Спасибо. Первый раз. Можете порадоваться наконец. Чего мы радуемся? Мені радуемся. Ну шо, уже сколько? Одиннадцатый выпуск у нас, да? И, типа, Макс первый раз в черном фартухе. Давно пора. Пусть потеет, трудится. Спасибо, я все равно тебе. Вдвоем тебе будем. Адю. Ой, так сразу все появились. Короче, новое приветствие. Я тебе еще не сказал. Я теперь не привет, не здравствуйте всем приветствую. Хайль. Хайль? Отак. Хайль всем зрителям. Что пошло не так? Что это слишком все просто? Стоят просто поверхности. Короче, ничего больше, просто поверхностей. От ненавижу, я ненавижу такую неясность. Цего разу ми не повезли вас милуватися пейзажами України. Тому що про це нас попросили сьогоднішні гості. Що це за гості такі? Що це за здрасте? Що це за Новий год? Яких це гості слушається сам Ектор Хеменес Брауло? Братіш, казали вони. Їдрить твою богомиш. Курлик? Курлик? Курлик. 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 Непонятно, хто к нам приїжджає. Курлик. 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 Я не покупаю шутфалу, я понимаю, что сегодня будет 7 сезон. И сегодня мы будем их кормить. Курлик. Боже, я так обрадовалась. Ты знаешь, думаю, боже, я всех их увижу, то мы всех их по телевизору видели. Это огромнейшая ответственность кормить людей, которые выросли на этой кухне. Люди, которые выросли морально, которые выросли кулинарно. Для начала нам что надо поделиться над командой? Первым лидером станет Олексей. А конкуренцию Олексею сьогодні складе… Нееет, у меня. Даринка. Рука, лицо, ***. Не хотела Даринка быть компенсаном, почему? Брата связана за то, чтобы накормить лучших поваров аматоров седьмого сезона. Ну блин, ну вы что прикалываетесь? Учитывая, какие у них там требования будут, я вообще не… Даринку, забирайте фартухи и вставайте биле любови. Она сразу при рекомендовании направилась. Оказывается, возле любви имелось в виду возле любви нашей. Я же любовь. Попалилась, попалилась. Олексей, прошу. Ваня. Спасибо. Дорогой любимый лев. Максим. Спасибо. Что о Максиме говорят всегда? Максим десерт? Все просто. Весь интерес к человеку. Расскажите, пожалуйста, о себе. Я десертник. А что еще? Это все. Люба. Мне нравится. Это Даша начала менять лучшую сторону. Мне это нравится. Минскевич. Даша выбрала Элю. Парижечки пошли. Угу. А Серж очень хочет теперь до Ванни в команду. Дуже хочет. До Ванни в команду, чтобы Ванни его чемусь навчил, чтобы Ваня ему там что-то показал. Оце Серж ходит и трусит там своими волосами біля Ванни. Серж. Там ты мир. Супер. А ты кому? А мне все равно. Сегодня я была в бич-пахе за первый раз за весь сезон. Ну да, черных не очень хорошо разбирают. Я так рада. Ну естественно, Юлечка будет сегодня с вишенкой на тортике, как обычно. Ну и Юля, приедуйтесь до команды червоных. Юля, давай пять. Вот я не знаю, вот если я попадаю в какую-то команду, я все время радуюсь. Все распределились, приступим к правилам. Ви маєте підготувати меню з трьох закусок, трьох основных страв и трьох десертів. Три страви и три десерт? Три, три, все по три. Девять. Загалом ви маєте нагодувати сімнадцять новоявлених критиків. Сімнадцять. Шесть. Двадцятка не в повному складі, тому що троє кухарів зараз у світовому турне з майстер-класами. И сколько блюд приготовить? Хто силен математики, посчитайте. Семнадцять человек. Умножайте на три, умножайте еще раз на три, еще раз на три десерта. Боже, выходит сумасшедшая цифра. А что и тупая меха там вообще жре, как не в себе часом? И он явно закаже не одно основное блюдо. Что? Ну сколько нам дадут полдня? На розробку меню у вас будет 15 хвилин. На те, чтобы приготовить усі необхідні заготовки, ми дамо вам 2,5 години. Сколько? Мало. На обслуговування гостей і доведення страв до ідеального стану у вас будет еще одна година. Кенельмундок, доведіть усім, що восьмий сезон нічим не гірший за сьомий. Втріть носа своїм попередникам. Час пішов? Сюда. Там в кладовую сначала. На розробку меню у нас было всего лишь 15 минут. То есть мы должны были оценить, что у нас есть в кладовой. И исходя из этого составить хорошее разнообразное сильное меню. Оооо! Я никогда не видел такую кладовую! Полки просто завалены. Там, значит, и говядина, и свинина, и кролик, и фуа-гра. И морепродукты просто во всем изобилии. Там креветки, миди, дорадо, сибас. Ну то есть все, все просто, все, что можно было придумать. Ребятки, давайте сразу мы договоримся, что продукты, которые внутри, пополам делим. Но мы возвращаемся и начинаем обсуждать, что же мы будем делать. И задача была первая, на мой взгляд, не перегнуть меню. Ну что? Ну что, ну что, ну что? Основной акцент, который был при обсуждении меню, это то, что в предыдущем сезоне очень много мясников. Очень много мужиков, которые любят поесть мясо вкусно, хорошо. И мы хотели, чтобы у нас это прослеживалось в меню. Я обнаружил все на фрикассе. Это блюдо делал кто? Мазницын. Вырезка есть, медаляхи забабахаем. И рыбку. Рыбку по-любому тоже включим, то есть и мяско, и рыбка по всем падежам. Товарищи, там дофига мориков, нужна морская закуска. Возьмите креветку возьмем. Там есть креветка и мизия. Кальмары есть? Маленькие кальмары. О, давай бэйби кальмары, мы сделаем старшину, как делали, мне очень нравилось, как это получилось. Давай ставим фуагра с грушевым делем. Это на самом? Это закуска. А, закуска, закуска. Потом третья закуска. У нас получается мясо не раскрыто. У нас мясо не раскрыто. Основное мясо. Не надо. Не снеги. Давайте розбив. Я тоже думаю розбив. Давайте сделаем. Цитрусовый саблёбаритон. Муссовый десерт в Берине. На десерты. Две буквы есть. Муссовый. Да. В Верине. В Верине. В Верине. В Верине. В Верине. Два шоколада и манго. Конечно же, мне никто ничего не предложил по поводу десерта. Всех всё устроило. Типа, даже понравилось то, что новое. Типа, саблей. Его никто тут ещё не делал. Типа, о, два шоколада и манго. Типа, вау, интересно звучит. И апельсиновый гель даже у нас ещё не делали. Знаешь, я понимаю, что не надо повторяться, надо делать постоянно разные. У нас мега-стиль, у нас релакс, у нас боб-марли. У нас все, понимаете, сегодня есть. Все спокойствия мира сегодня собраны в нас. У нашей красной команды. А у всех, какие-то без. Подожди, фуа с яблоками. Типа, с яблоком ты хочешь? Это у каждого на празднике. Я не могу сама это думать. Пусть это будет на празднике. Анжела, я тебя прошу. И дайте в нас вас берем нахрен. Не оручусь сбоку вот это вот все эти барышни. А мне рви мозг вообще. Я убиваюсь. Зачищала медвину. Да, сокол. Потом их поджарила пару. Сокол. Сейчас на сокол. Сейчас на сокол. Сокол. Давай я сварю карамель. Ну, быстрее, дальше продолжай. Речь продолжай. Ты давай не торопи меня, потому что я пытаюсь продумывать десерт. Хорошо, я дальше. У меня есть мое предложение, что я сегодня тебе озвучивала. Перец. Перец. Давай. Короче, идея фикс. Анжела сегодня утром. Значит, мы ехали на конкурс. Анжела вычитала какие-то итальянские блюда. Пеперони, ригони, что-то там. Короче, перец, фаршированные овощами, закинутый все бринзе, все запечено. Ну, а мне сегодня этим перцем пепня мозги выела. Мы, короче, проходим на секундку. Ставич скажет, давай перцы. Давай. Давай. Не, 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 не. Даже из-за уважения того, что вот вегетарианка я в команде, да, вот можно было даже из-за уважения ко мне просто сделать одно вегетарианское блюдо. А где вам все-таки тут перец? Дашка, ну давай. А нам все вкус комбутит. Не, 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 не. Вами сделаем эти перцы, что я тебе варила. Вами я сделаю эти перцы. Мане тупо вот так вот. Давай сделаем. Тихо, пожалуйста. Не лезь под руку. Пожалуйста. Смотри, сколько всего есть. Она стоит, как дура. Все, мане все. Быстро... Пш-ш-ш, на крыло сховаете меня, пожалуйста. Покуйте меня в черный мусорный пакет вивезы. Пожалуйста, в Польшу где-нибудь. 15 хвилин уже прошло. Презентуйте ваше меню, будь ласкак. Меню вообще нема, вообще нет. Ребята, триimate листка, все листка, не понятно, чем. Все зачеркано. Капитанок. Но еще нету. Но ваш час закінчився. Не, не уех никто не должен around. Это серьезно. Першая страва. ЧИТАЙТЕ, как вы знаете. У вас нема и меню? Гараст, тогда перша страва — закуска. И стыдно, пипец. Так стыдно, ты себе представить можешь. Беру нерепене. Давай я сделаю. Ну делай, оно классное будет. Это тогда настолько злой был, что я его прям боялась. Мне не нравится, когда это злится. Что вы себе думаете? Даша, не дави на нее, не дави на нее, не дави на нее. ЧИм вы занимались весь цей час, что мы вам дали? Думаю. Дарина? Да. Тобто у вас таки нема и меню? Да есть. ТОДИ ДЕЖ ВОНО? Уберу нерепене. Есть мне в ухо. Пожалуйста. У вас его таки нема и меню? Правильно? Хорошо. Ну что это такое? Ну почему ты нас не слушаешь? Потому что я никого не слушаю. Ты вот такие состояния просто провелаться сквозь землю. Я тебе серьезно говорю. Машка. Давай сделаем профитроли с крем-сиром и креветками. Не волнуйся. Просто пишу что-нибудь уже. Абы просто Вектор пришел и что-то было. И смотрю Вектор уже идет потихонечку к нам. Думаю охренеть. Я дивлюсь у вас така зачиска кулінарна. Певно вы таки стравы будете сьогодні прикрашати? Не-не-не. Жодные волосы не выпадают. Ну блин. Ну я каждый раз что я экспериментирую. Если вы не заметили. Каждый раз у меня какая-то прическа чудоватая. Ну и сам в основном. И мне просто помогают стилисты. Я вообще никого не хочу за это браться. Но я их уламываю. И они меня ненавидят. Кастрюлю эти на голову. Починайте, будь ласка. Фуа с грушовым гелем. Это закуска. Второе. Бэби кальмар. Фаршированный цюкини с творожным соусом. Третье. Рустбив с малиновым соусом. По поводу основных блюд это у нас было фрикассе из кролика с тольятелли. Медальон с винно-вишневым соусом и палентой. И третье у нас будет стейк из тунца со спарагасом и соево-имбирным соусом. Десерт. Десерт. Первый шоколадный чизкейк. Ага. Второе. Классичизм. Классика. Классика. Окей. Не то оба. Не-не-не-не. Модернизма нет. Да. Классик. Слава богу. Второе. Серж. Ну, не дозволяю. Ничего. А Мицкевич стоит сзади меня смешать. А тут же я так скажу, ты хижа, ты хижа. А я ржу, как пресмекающийся. Все, я мовчу вектора. Додому. Ну все, не надо. А чому вы дальше разговариваете? И у меня, ну все, 49 копеек в глазах. Говорим о святом сейчас. А смеетесь, чому? Нифига ты это делаешь, Мицкевич, козел, кажу. Второе. Да ну все. Идут все моменты, повертается Эктор. И я думаю, тю-тю-тю-тю-тю. Думаю, это я не вам, Эктор, который меня забрал. Это Мицкевич. Успокоились, ребята. Да? Давай. Сейчас вы отойдете, я поговорю. Цитрусовый сабле бретон с ореховым кремом и апельсиновым гелем. Ага. Третий десерт, муссовый десерт в верине, два шоколада и манго. Хорошо, вау. Супер. Давай. Меню. У нас вау, вау. На каждой позиции. Закуски. Вау. Основное, бьем ему типа Доктор Хаус. И на третьей оснации на десерти Макс же растопырився и пошел в весь экстаз. Мицкевич, блин. Меню, в принципе, Эктору понравилось. А смотрю, команда соперников цокола там мух ризается, у них не готовое меню. Мы уже продукты, у нас уже идет полная готовка, у них там ни хрена не делается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА